ДНК-генеалогия ДНК-генеалогия Надо это принять в определенной степени и согласовать с известными данными или переосмыслением, точнее, данных из современных, опять же, историй, археологии, этнографии, антропологии, лингвистики. И вот мы начнем с темы, которая вызвала довольно много шума, называется она «Кто такие арии и их миграции?». Дело в том, что в терминах ДНК-генеалогии арии – это носители гоплогруппы R1A, и они же носители древнего арийского, а ныне индоиранского языка, в настоящее время относимого к восточной ветве и индоевропейской языковой семьи. Арийская гоплогруппа R1A Z645 образовалась 5500 лет назад, с погрешностью определенной, и вскоре разошлась на субклады Z93 и Z645, Z283, Z282, Z280. Z280 – это наиболее часто встречающаяся гоплогруппа или субклад у современных этнических русских. И далее она разошлась, и рейская гоплогруппа R1A Z645, на языковой ветве, которую получили лингвистов на именование иранской и индоарийской. Поэтому, когда лингвисты говорят о иранской и индоарийской ветвях, они говорят о языках. Когда ДНК-генеалогия говорит о ариях, она говорит о людях, об их наследственных линиях. Естественно, эти вещи должны быть совместимы и состыкуемы. Поэтому задача ближайшая, но серьезная ДНК-генеалогия и истории лингвистики – состыковать эти понятия. Если мы посмотрим на цепочку субкладов гоплогруппы R1A, то мы увидим, что начинается гоплогруппа примерно 2800 лет назад с ее образования. Далее, после ряда этапов, мы видим серым полоской выделено Z645, которая образовала субклад 5500 лет назад. Какие основания у нас полагают, что это арийский субклад? Естественно, вопрос стоит типичный, где талию будем делать. Будем делать ее позже, будем делать ее раньше. Но дело в том, что у нас нет оснований исторических. Назвать субклад М417 арийским. Образовался он 8500 лет назад. Или R1A целиком 22800 лет назад. Здесь нет у нас оснований так называть, хотя назвать, конечно, мы можем. Но хотелось бы все-таки, чтобы была состыковка с данными известными и, в общем-то, уже достаточно отработанными. И вот здесь мы знаем из лингвистики, что примерно 5500 лет назад, некогда дойти до 6000 лет назад, произошло расхождение пара индоевропейского языка на языковой ветви. И вот это как раз совпадает с временем образования субклада Z645. И далее, поскольку этот субклад пошел делиться, мы видим, ниже войдет ветвь, которая заканчивается на три параллельных субклада. Z280, M4158 и Z284. И другая ветвь, как бы параллельно той, которая начинается с Z93. И вот если мы посмотрим археологию этих субкладов, сейчас данные такие уже есть, мы посмотрим, где носители современно этих субкладов живут, в каких местах, мы приходим к выводу, что действительно вот эта Z645, это ее можно назвать исходной арийской агопологруппой или субкладом. Называть ли ранее, скажем, то, что 8500 лет назад, пожалуйста, если на это появятся соответствующие данные истории, археологии или лингвисты. Пока таких данных нет. Теперь, как сообщалось в третьей лекции, предковы гоплотипы индийцев и этнических русских, гоплогруппы и ордена тех и других, расходятся всего лишь на пять мутаций в 307-маркерном формате, что помещает их общую предка на 5300 лет назад. Поэтому это как раз и есть время жизни недалеко от образования гоплогруппы или субклады Z645. Среди 367 броминов Индии гоплогруппы R1-A относятся до 72%, а гоплогруппы R1-B ни одного. Это означает, что носители R1-B арими не были, в Древней Индии не ходили, хотя сейчас их язык в Европе, индоевропейский. И вот ДНК-генеалогия выдвинула ряд положений, по которым получается, что индоевропейские из современных жителей Европы, он к ним пришел не так давно, примерно 2500, максимум 3000 лет назад. К этому времени давно уже арии пришли в Индию с их индоевропейским языком. Далее о бариях. Пока мы закончили, это рассмотрение будет нам идти фрагментарное, потому что иначе просто не будет времени рассматривать много вопросов, которые мы предполагаем в этом цикле лекции рассмотреть. Вопрос следующий, который в некоторой степени, а то и в большой степени, вытекает с предыдущего. А кто такие древние русы и их миграции? ДНК-генеалогии выдвигает положение, что древние русы – это обитатели фатьянской культуры, средней полосы русской равнины, сама культура датируется 4300 до примерно 3500 лет назад, и ископаемые ДНК показали опять же гоплогруппу R1i, хотя это пока единичные тесты. Положение костяка в захоронении фатьянской культуры типично для носителей R1i. В скорченном положении у мужчин на правом боку, головой на запад, у женщин на левом боку, головой на восток, лицом все они на юг. Субклады ископаемых ДНК от древних русов в фатьянской культуре, хотя они пока и не найдены, но ожидаются R1i 280, возможно, с немногими нисходящими субкладами. Далее, если пройти дальше по времени, в поморской культуре, на территории современной прибалтийской Польши и Германии, которые образованы поморской культурой 2600 лет назад, там уже довольно длинная цепочка субкладов, которая началась с той самой Z280, фатьянской культуры и культуру шноровой керамики. Эта цепочка проведена, это CTS 1211, Y35, CTS 3402, YP 237, YP 235, YP 234, YP 238 и L365. И вот носители поморской культуры, они имеют в своем большинстве гоплогруппу R1a субклад L365. То есть мы видим, как примерно за 1700 лет накапливались снипы, отражая древние меграции на северо-запад. Теперь говоря о древних русах, как обитателей насельников океанской культуры. Дело в том, что русы, понятие не определено в исторических науках. У них есть разные концепции, разные гипотезы, разные предположения, часто идеологически заряженные, и, в общем-то, они находятся в противоречии. Надо как-то ситуацию расшивать. Одни называют русами шведов древних, скандинавов, другие выклоняются от этого. Здесь вот древние русы имеют определенную хронологическую историческую закономерность. Это люди, которые жили на русской равнине, которые были предшественники современных, в частности, этнических русских, у которых Каплорупа R1a, у которых субклады, когда еще надо с ними разбираться, определенно окажутся такими же, как у современных этнических русских, только не более ранее по времени предшествующие. Поэтому почему же они не древние русы? Какие основания считают, что они ими не были? Далее, говоря о языке древних русов, конечно, у них не был славянский язык в том понимании, в каком славянский язык рассматривается в лингвистике, но поскольку фатянская культура, она разошлась с ветвью арийской, точнее, с ветвью юго-восточных ариев, разошлась всего лишь за несколько столетий до появления фатянской культуры, но понятно, что язык у них был практически один и тот же. А поскольку древние арии говорили на арийском языке, понятно, что насельники фатянской культуры, по крайней мере, в первую часть своего времени, своей жизни, тоже говорили на языках арийских. Поэтому вопрос к лингвистам – это просто проследить, обозначить, сформулировать, переход от древних арийских языков к последующим славянским языкам. Это, конечно, задачи решаемые, если правильно поставленные. Как гласить старые правила? Правильная постановка задачи несет в себе уже половину решения. Вот здесь проведена современная карта расположения цуклада и ордена L365. И это просто четкое наложение на карту поморской археологической культуры. Вот это, конечно, поразительная вещь, которую надо понять и, исходя из этого, рассматривать многие закономерности. На миграции носители гоплогруппы R1, фатянской культуры, шли эти миграции не только на северо-запад, не только в район поморской культуры, но и на юго-запад, на Балканы, в западную часть Малой Азии, на Пенины. То есть, действительно, если арии разошлись звездой и на восток, с Урал до Алтая, и в Индии, и в Иран, и к Хеттам, и к Метанийским ариям, то та же самая фатянская культура, гоплогруппа R1, она разошлась тоже, ну, почти такой же звездой, в разных направлениях. Это показывает, что пассионарность, как ариев, таких степных ариев, так и, если угодно, ария в средней полосе русской равнины, она была близка. И мы видим вот эти гоплогруппы Z280 в самых разных местах по Европе. И когда стали раскапывать древние кости с тем, чтобы в них проанализировать ДНК, то оказалось, что карпатские ветви, гоплогруппы и ордена, карпатские ветви, обнаруживаются в Малой Азии, на Пенинах, на Балканах. И вот они имеют целый ряд таких вот подразделений. Есть Z280 с переходом, Z92. Это северная часть, это то, что некоторые называют Венецкая ветвь, хотя не очень понятно называют, на какой основе и с чего это следует. Это может быть, но пока это не доказано. Далее это карпатская ветвь. Вот тут указана вторая строка, где CTS 1211 на Y35 и CTS 3402. Далее следующее, это подразделение карпатской ветви. Это восточно-карпатская ветвь, оканчивается на Y2902. Это мой субклад. И далее еще четвертая строка, это тоже под вариант карпатской ветви. И другие. Это показывает, как древние русы расходились миграциями по всей территории, от Балтики до Адриатики. Теперь вопрос следующий нам стоит адресовать. Различаются ли русские, украинцы, белорусы с точки зрения ДНК генеалогии? Вопрос, который часто задается, действительно ли, особенно в связи с недавними событиями и с размежеванием части украинского общества, экстремальной, экстремистской части, с размежеванием от России, вопрос возникает, одни и те же люди, украинцы, белорусы и русские, либо это разные. И вот сейчас пропаганда националистическая украинская работает на полную мощь, о том, что русские это финно-угры, это монголы, и не имеют ничего общего с украинцами, которые являются настоящими, истинно чистыми ариями. Вот это, конечно, ерунда полная. Дело в том, что ничего плохого в финно-уграх нет, и непонятно, почему при этом ставится негативный угол, что русские финно-угры. Да, у русских 14% в среднем гоплогруппы Н1С1, но на три четверти, а то и больше, это никакая не финно-угорская. Это южные балты, это угры, это люди, живущие на Волге, и в этнические русские финно-угры не входят, потому что финно-угры – это люди, говорящие на финно-угорских языках по определению. Ну, какие же это финно-угры? Далее, если это монголов, это тоже не так, потому что типичные гоплогруппы у монголов – это ЦИКУ, у этнических русских практически нет, это малые доли, проценты, и то мы не знаем, когда они попали к этническим русским. Это могло быть относительно недавно, несколько всего лишь веков назад. Давайте посмотрим на данные объективные. Ответ такой, практически не различается. Русский, украинский, белорусский – это один народ. Смотрим на табличку внизу. Гоплогруппы и ордена являются основной у русских, у украинских, белорусов, и вот если брать цифры средние, это 48, 44, 51%. Дело в том, что эти цифры на самом деле одно и то же, не прикрываются в пределах погрешности. Я покажу следующую табличку, где показано, как эти погрешности возникают, и как эти гоплогруппы меняются по разным территориям, скажем, Белоруссии. Ну, так можно найти и в других местах. Это же соревновательное величие, там нужно добавить везде, ну, скажем, плюс-минус 4%. И тогда мы видим, что пара дина везде практически одно и то же. Если мы смотрим на И2А, это балканское происхождение, дунайское компоненты. Это, если угодно, южные славяне. И вот там русское 12%, украинское 20%, белорусское 18%. Опять же, по дистанции в направлении Дуная мы видим явно географическую компоненту. На самом деле, опять же, здесь прибавим плюс-минус 4 те же самые, и получим одни и те же самые величины. Вот Н1С1 – это типичная гоплогруппа литовцев, латышей, эстонцев. И дальше к северой Псковой идет ее нарастание. И идет в район Архангельска, это уже до 40% доходит. Но на юге России, это области Орловская, Курская, Белгородская, там 5-7% гоплогруппы Н1С1. То есть, это такая же, как на Украине. У белорусов 10%, у русских в среднем 14%. Опять же, мы видим, это коррелирует с расстоянием от Балтийского моря. Чем ближе Балтийское море, тем выше эта величина. А у латышей и литовцев это почти 50%. Гоплогруппа Н1С1. И, наконец, гоплогруппа J2. У русских ее 3%, у украинцев 4,5%, у белорусов 2,5%. Мы тоже видим одни и те же практические цифры. Мы же не будем указывать, что у украинцев J2 побольше, аж 4,5%. Нет, там тоже добавим погрешность, плюс-минус 1,5-2%. У всех получим одну и ту же величину. Поэтому, повторяю, что показаны величины, они все в пределах погрешности измерения и региональных вариаций. Например, мы сделали работу вместе с белорусскими специалистами и по четырем районам Белоруссии, наблюдая следующие вариации, мы видим это процентное содержание. Вот Р1А, четыре регионы, 47,6%, 52,8%, 52,4%, 49,7%. Мы видим, как варьируется содержание Р1А. Поэтому, когда мы говорим, что у белорусов 51% Р1А, на самом деле это, мы видим уже, это 51 плюс-минус, ну, где-то 4%. Дальше, И2А, вариации 17,2%, 7,9%, 16,5%, 23,2%. Мы видим, какая вариация. Поэтому, опять же, говоря о том, что у них содержание у белорусов 18%, мы же видим, что это величина усредненная. Наконец, Н1С1 у них, у белорусов, 7,4%, 14,6%, 11,7%, 7,8%, а в табличке раньше было, что у них 10%. Опять же, это усредненная величина. Поэтому я хочу подчеркнуть, не нужно принимать за абсолют те цифры, которые говорят о содержании гоплогруппы популяции. Это зависит от того, какая популяция бралась, в каком регионе именно, северном, южном, западном, восточном. И это имеет, опять же, концептуальную значимость. И здесь не нужно придавать значение тем и самым абсолютным величинам. Я помню, когда я выступал в одной телепередаче, то везучий спросил, ну, какие у нас содержания гоплогруппы Р1А. У русских украинцев, я говорю, русских 48%, а у украинцев 44%. Он говорит, о, у наших больше. Ну, во-первых, Р1А величина абсолютно не дает ничего, чтобы этим специально гордиться и меряться у кого какая больше. А, во-вторых, я говорю, вы знаете, на 48% и 46% это одно и то же. Ну, как такое может быть? Это же две разные величины. Пришлось объяснять, что это средняя величина. Она воспроизводится, на самом деле, от выборки к выборке. Но иногда она оказывается у русских 48%, 47%, 50%, 51%. Поэтому, повторяю, эти величины не нужны брать за абсолютные. Я вынужден этому уделять внимание, потому что слишком часто приходится встречать такого измерения у кого каких больше. И совершенно фантастические интерпретации из этого люди делают. Этого делать не стоит. А на этом мы закончим лекцию 10 и перейдем к 11, тоже на ту же тему, что ДНК геология привнесла в изучение истории древнего мира.